Это восьмая планета, малая планета, которая названа по имени ученого из Таджикистана. До меня уже семь ученых из Таджикистана имеют свои планеты. У нас есть планета, названная Таджикистан, честь Таджикистана. Опять-таки, за этих ученых, которые из Таджикистана. И есть планета, малая планета, которая называется ГИСАО, ГИСАРская астрономическая обсерватория. Опять-таки, в честь наших ученых, те, которые здесь работали. Благодаря им стал известен Таджикистан среди астрономов мира, и стала известна наша обсерватория. Моя планета восьмая. Эта планета находится на расстоянии, я не скажу расстояние, очень далеко. У нас в астрономии километра мини-мерика расстояния. Она далеко, но она околоземная. Саё рай нас здесь заменит. То есть, относительно других планет, она к Земле более-менее близко. Её диаметр порядка 10 километров. Диаметр этой планеты. И была, а планета была открыта в Америке. В обсерватории Ловиловской, известной Ловиловской обсерватории, которая находится в США. В июле месяце я принимала участие в международном симпозиуме под названием «Астероиды кометы Метеоры», который проходил в Хельсинки, Финляндии. И я принимала участие на этом симпозиуме, где представила два доклада устных по нашим результатам. Совместно с академиком моим руководителем, академиком Академии наук Республики Таджикистан, Бабаджановым Пулат Бабаджановичем, у нас был совместный доклад. И я вот там выступила с двумя докладами. А потом уже после того, как заседание закончилось, было собрание участников, на котором председатель этого симпозиума, который является председателем Международного астрономического союза, зачитал решение Международного астрономического союза о присвоении новых имен планетам. И там, наряду с десятью астрономами мира, была зачитана и моя фамилия. Это была большая неожиданность для меня. Я совершенно не знала, что это произойдет. Вы знаете, как я уже, когда мы отчеты годовые готовили, в начале декабря мы сдаем годовой отчет в Академии наук. И я там этот факт только в годовом отчете отобразила. И с этим вот после этого наш президент узнал. Которые хотели бы выиграть в Европе и в чем вы говорите? Болидная сеть в Таджикистане была создана в 2006 году. И основная ее цель – проводить наблюдение болидов, то есть крупных тел, околоземных тел, которые врываются в атмосферу Земли и оставляют после себя светящийся след. Для изучения вот этого явления, крупных тел, которые врываются в атмосферу Земли, была создана болидная сеть Таджикистана, которая состоит из пяти пунктов. Две точки наблюдения находятся в обсерватории в Гесарском районе и в Донгаринском районе на горе Санглух. И три других точки мы расположили в Кургантюбе, в Рашском районе и в Авалинском. И вот со всех этих пяти пунктов одновременно велись наблюдения на протяжении долгого времени во все хорошие ясные ночи за болидами. Мы сфотографировали более 200 таких явлений, обработали полученные изображения болидов и получили полную справку об этих телах, которые врываются в земную атмосферу, об их массах, об их орбитах, об их траекториях. И в конечном итоге мы получили ответы, где же они произошли. Для чего нужны такие сведения? Для того, чтобы оценить, какую потенциальную опасность имеют вот такие тела, космические тела для нашей Земли. То есть мы можем оценить. Дело в том, что все тела, которые вращаются вместе с Землей вокруг Солнца, они состоят либо из камня и железа, либо из льда. Так вот, в зависимости от того, из чего состоит такое тело, когда оно врывается в земную атмосферу, оно по-разному себя ведет. Если крупное тело каменное ворвется в земную атмосферу, то оно может достигнуть поверхности Земли и удариться с Землей, и при этом оно взорвется. А ледяные тела взрываются в атмосфере. Но и в том, и в другом случае последствия вот таких вторжений могут быть опасными для Земли, для цивилизации, для биосферы. Для того, чтобы было понятно, приведем пример прошлогоднего события в Челябинской области, когда крупное тело диаметром 20 метров ворвалось в атмосферу Земли и в районе Челябинска пролетело, оставив яркий светящийся след, и взорвалось в атмосфере, в результате чего произвелось от ударной волны, разрушилось многое, разбились стекла в домах, произвели некоторые разрушения и пострадали люди. Вот такую опасность представляют вот эти такие крупные тела. Вот для изучения таких тел и была создана валидная сеть Таджикистана. За 7-8 лет работы мы сфотографировали более 200 валидов, определили их параметры. И на основе таких данных можно в дальнейшем сделать небольшую оценку. Небольшую оценку, какую опасность представляют для Земли те или иные метеорные потоки, через которые Земля проходит довольно часто. Продолжение следует...